Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Встречает вместе с нами и по традиции короткознаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день комплимента, День забайкальского края, День эксперта-криминалиста МВД России, День кошек в России, День благодарности в Хазахстане, а в Беларуси празднует приход весны. Национальный день цветных женщин в Америке, День независимости Боснии и Герцеговины, День движения за независимость Кореи, День пива в Исландии. В 1555 году Нострадамус опубликовал свою книгу «Предсказания». В 1873 году Ремингтон начал производство первой пишущей машинки, а в 1996 году был основан космодром «Свободный». В этот день разные годы родились такие известные люди, как итальянский живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, американский музыкант, руководитель свинкового оркестра, носящего его имя Глен Миллер, русская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин Вера Менчик, советский российский ученый, конструктор ракетной техники, академик РАН Борис Черток, молдавский советский композитор, дирижер, педагог, народный артист СССР Евгений Дога, советский украинский актер, народный артист Украинской СССР Борислав Брандуков, советская российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, немецкий поп-певец, актер и композитор Томас Андерс. Далее нашу программу продолжит музыка «Не переключайтесь». В первый день весны на краешке земли Нечаянно мы встретились с тобой Падал белый снег, и розы не цвели, Но к нам пришла весенняя любовь Она была отчаянно красива В первый день зимы на краешке земли Нечаянно расстались мы с тобой Падал белый снег, и розы отцвели От нас ушла весенняя любовь Но ты была отчаянно красива Красива Ты вошла в мою гречную жизнь Красива Ты ушла из нее Красива Красива Ты вошла в мою гречную жизнь Красива Красива Ты вошла из нее Ты вошла из нее Но игра я разбила мне душу А ведь это совсем не игрушка Это сердце мое Кончилась любовь Кончилась любовь Когда пришла зима Недолг Недолг был Сезонный наш роман Но было все Отчаянно красиво Красива Красива Ты вошла в мою гречную жизнь Красива Красива Ты вошла из нее Красива 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 Ты вошла из нее Красива Ты вошла из нее Красива Ты вошла в мою грешную жизнь Красиво Ты ушла из нее Но игра я разбила мне душу А ведь это совсем не игрушка Это сердце мое Бог, это сердце мое Бог, это сердце мое В эфире радио Карачаева Черкесии информационно-музыкальная программа «Республика». В ближайшее время в Карачаево-Черкесии планируют открыть Центр поддержки предпринимательства, который объединит начинающих и действующих предпринимателей региона и станет консультативным органом для субъектов малого и среднего бизнеса. Подробности в материале моего коллеги Умара Тикеева. В настоящее время в Республике нет такого центра. По сути, это будет консультативный орган для предприятий всех форм собственности и видов деятельности, отметил министр экономического развития Алина Кохов. «Было дано поручение, что создать самые комфортные условия предпринимательскому сообществу для его развития, так как развитие предпринимательского сообщества – это развитие экономики Республики, и без его развития, к сожалению, мы не сможем достичь тех экономических результатов, которые перед нами стоят. Исходя по итогам вот этого разговора, и было принято такое решение, чтобы создание центра поддержки предпринимательства, потому что это как раз и есть, скажем так, те комфортные условия для предпринимателя, которые на сегодняшний день необходимы». Проговорили с коллегами, пришли к выводу, что действительно, да, такой центр нам нужен, именно нам нужен центр, куда предприниматели могут прийти, задать вопрос. Вот есть случаи, когда нужно, например, подготовить бизнес-план. У нас каждый предприниматель, он очень толковый, грамотный, но есть определенные вещи, новшества, которые вот в настоящее время происходят, и предприниматель навсегда готов там быстро сориентироваться и подготовить. Иногда, например, составление того же бизнес-плана там стоит очень больших денег. Тут же, в том числе, как услуга, мы будем показывать, как эти бизнес-планы составлять, что там должно быть, консультировать их в этих направлениях. Это такая как бы одна часть. Плюс у нас предприниматель зачастую тоже не обладает информацией по поддержке предпринимательства, которая происходит на региональном уровне, которая происходит на федеральном уровне. Это опять концентрация, будет именно то место, где он может эту информацию получить. Следующий момент. У нас в соответствии с 44-м законом о государственных закупках, например, уже несколько лет подряд действует норма о том, что каждое государственное учреждение, либо общество с ограниченной ответственностью, либо акционерное общество, которое есть в доле государственного участия, они должны до 15% своих закупок отдавать малому и среднему предпринимательству. Есть такая возможность участвовать в закупках. Они говорят, ну что в рамках республики может быть? Тут надо смотреть шире. В рамках России. То есть мы будем стараться давать информацию по закупкам в рамках России. Мы будем помогать этим предпринимателям мониторить эти все вещи, чтобы они могли, исходя из своих сил и возможностей, принимать в том или ином конкурсе участие. Защита проекта в Москве прошла успешно, сообщил министр. По его словам, федеральные власти всецело поддержали проект, так как практически во всех субъектах страны действуют подобные центры, где начинающие и уже работающие на территории региона предприниматели получают всю необходимую информацию. Вот и Карачаево-Черкесия уже приступила к этой работе. Накохов подчеркнул, что мало создать центр, его еще нужно сделать функциональным. Вот почему в планах министерства открыть в новом центре офисы гарантийного фонда и фонда микрофинансирования. Федеральные власти отреагировали очень позитивно, потому что почти в каждом субъекте Российской Федерации у нас уже есть подобный центр поддержки предпринимательства. К сожалению, у нас в республике этого центра не было. Это раз. Второе, положительно отреагировали, потому что в настоящее время Федеральное министерство экономического развития начало делать упор на создание инфраструктуры для предпринимательства. Действительно, это очень важная вещь, потому что без инфраструктуры вообще в принципе предпринимательство быть не может. Это взаимовязанные вещи. Плюс они нам, скажем так, подсказали моменты, на которые нужно сделать упор. И я тогда там обозначил как раз такую вещь, что у нас сейчас есть институты развития предпринимательства. Это гарантийный фонд и фонд микрофинансирования. К сожалению, в настоящее время они находятся, скажем, в разных местах. А предпринимателю важно что? Чтобы ему не нужно было ходить по разным местам. Исходя из этого, я им тогда консультировался, предложил, сказал, вот если мы, например, создадим центр, рядом с центром в этом же здании посадим фонд микрофинансирования, посадим гарантийный фонд. Тут я тоже получил поддержку с их стороны, потому что действительно это будет эффективно. Как стало известно, федеральными властями принято решение о докапитализации фонда микрофинансирования Карачаевой Черкесии на 20 миллионов рублей. Али Харонович подробно рассказал, на какие цели будут направлены средства. Кстати, для тех, кто не в курсе, фонд микрофинансирования создан в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем осуществления микрофинансовой деятельности в виде предоставления займов и иных форм и видов поддержки. На сегодняшний день ведется работа по подбору места, где будет располагаться центр. Министр экономического развития Алина Кохов отметил, что в качестве приоритетной рассматривается центральная часть республиканской столицы. Но здание под центр еще не выбрано. Наметки есть, но точно скажу, что мы именно рассматриваем центральную часть города, для того, чтобы это было проще в поисках. Но я надеюсь, что там до конца месяца мы уже определимся конкретно с местом, где это будет, и мы уже по чуть-чуть, соответственно, тоже будем говорить, что место определено уже, говорить о месте нужно уже сейчас, для того, чтобы к моменту открытия, если не каждый предприниматель, но каждый третий-четвертый предприниматель республики уже знал, куда он может прийти. В рамках деятельности центра поддержки предпринимательства планируются выездные бизнес-миссии с участием предпринимателей Карачаева-Черкесии в соседние субъекты страны, такие как Старопольские и Краснодарские края, Ростовская область, Татарстан и другие. В работу центра также будут вовлечены сотрудники отдела по развитию малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Республики, а в самом центре постоянно будут работать три человека. По словам Накохова, мы не собираемся раздувать штат, но в то же время все сотрудники центра должны быть высококвалифицированными специалистами, которые будут оказывать консультативные услуги юридическим лицам. В настоящее время мы подбираем персонал, так как центр новый будет, мы пока штат раздувать не планируем, это будет всего три человека, это будет руководитель данного центра и, соответственно, два специалиста, которые будут ему помогать. Ну, на начальных этапах, я уже говорил ранее коллегам, в том числе вашим, которые про этот центр меня спрашивали, очень плотно с центром будет взаимодействовать в начальных этапах отдел поддержки малого предпринимательства, который создан в министерстве, да, потому что эти люди знают всю кухню, назовем это так, работу свою четко. И помимо этих трех человек, которые мы сейчас присматриваем, где-то подбираем, это еще будет 3-4 человека отдела, плюс непосредственно работу центра также будет вести и мой курирующий заместитель министра, который курирует работу малого и среднего предпринимательства. В ходе нашего общения министр экономического развития сообщил, что в рамках центра планируется проведение различных конференций, круглых столов и семинаров с предпринимательским сообществом, которые позволят представителям бизнеса получить дополнительные знания о принципах функционирования рынка и мерах государственной поддержки, а также для того, чтобы поделиться опытом друг с другом. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В связи с этим в 2005 году Международный союз борьбы против рака провозгласил 4 февраля Всемирным днём борьбы с раком. Цель этого Международного дня – повышение осведомлённости о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания. В день борьбы с раком в Карачево-Черкесии стартовал проект «Онкобригада», организованный Министерством здравоохранения, в рамках которого врачи посетят районные республики и проведут бесплатные консультации для жителей. Всего сформировано 12 «Онкобригад», в состав которых вошли опытные, высококвалифицированные специалисты республиканского онкологического диспансера – это хирурги, мамологи, урологи и гинекологи. Накануне мы встретились с главным врачом онкологического диспансера, кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории, отличником здравоохранения Российской Федерации Зубером Маховым, который вкратце рассказал о целях и задачах «Онкобригад». По его словам, воспользоваться их услугами на месте могут все желающие жители данного муниципального района. В каждый район республики выезжает онкобригада. В онкобригаду входят такие специалисты, как мамолог, уролог, абдоминальный хирург и онкогинеколог. Цель этих выездов – это помощь онкологам в районах и носит консультативный характер. Готовят пациентов в районах и наши специалисты смотрят. Если необходимо более тонкое обследование, которое требуется выполнение каких-то исследований в онкодиспансере, эти пациенты направляются в онкодиспансере имени Бутова. Для чего эти выезды нужны? В первую очередь, это помощь онкологам интеллектуальная, а во-вторых, это выявление онкопатологии у населения. Если у кого есть подозрения на онкологические заболевания, их на этих приемах и смотрят. Это не означает, что если у пациента есть подозрение, что он целый год ждет. Это вспомогательная организационно-методическая помощь района общей лечебной сети. Работа выездных бригад уже доказала свою эффективность. В республике снизилась смертность от онкологических заболеваний. Зубер Джумаладинович напомнил, что было сделано в прошлом году. В прошлом году около 500 пациентов мы посмотрели по районам, общее число, количество. Из них около 150 были направлены до обследования в онкодиспансер и дальнейшее лечение. Одна из главных проблем увеличения числа больных – это пассивное отношение пациентов к своему здоровью. Их недоверие к системе здравоохранения в целом. Многие уверены в том, что онкологические болезни неизлечимы, и поэтому не стоит тратить время на лечение. Тем более, если нет финансовых возможностей. Это неправильная позиция, онкологические болезни излечимы, если они выявляются в ранних стадиях. То есть наша задача, и задача населения, и задача врачей, что если есть болезнь, то ее надо выявлять в первых-вторых стадиях, чтобы ее пролечить и получить хорошие результаты от этого лечения. Они излечимы. На крайней мере, в хроническую фазу ее перевести, это заболевание возможно. Конечно, если четвертая стадия с распространением на другие органы, ее вылечить невозможно. Тогда речь идет только о продлении жизни. В больницу они должны ходить, и здесь совершенно бесплатно они получают всю терапию по полюсу. Абсолютно все. Потому что, когда мы речь ведем о химиотерапии, так называемой, очень дорогостоящей, наши пациенты на 100%, я вас уверяю, на 100% обеспечены. Мнений много, и из этого мнения правды может быть маленький процент. Если вы хотите увидеться, мы сейчас дадим указание, просто по платам пройдитесь и спросите, что они покупали в этом диспансере. Многие годы больным с онкологическим диагнозом приходилось уезжать за достойным лечением в столицу или же в другие крупные города. В последние годы многое изменилось. Благодаря федеральным проектам по модернизации здравоохранения онкодиспансер Карачева Черкесии по оснащенности не уступает ведущим лечебным учреждениям. Да и штат укомплектован лучшими медиками. Главврач напомнил, что очень скоро переедут в новое здание, где можно будет осуществлять все виды медицинских услуг пациентам. Да, онкология была в принципе в упадке. Определенная работа уже массирована, уже проведена. В этом году будет запущен новый онкологический диспансер в районе химического завода. Полноценный онкологический диспансер. Что там прибавится? Вообще онкология делится на три вида лечения. Это хирургия, лекарственная терапия и радиологическая служба. Два первых, это хирургия и химиотерапия так называемая, здесь присутствовала. Этим мы занимаемся и активно развиваем эти отрасли. А радиология требует определенные технические оснащения. Она будет представлена в новом онкодиспансере в полном спектре. Для того, чтобы онкологические болезни лечить, не надо ехать самим пациентам в другие регионы. Для этого, если у нас здесь консультативное бюро, если такая необходимость возникает, то человеку дадут и направление, и рекомендации, куда ему поехать лечиться. Какой-то процент пациентов должны направляться в центральные клиники. Это научные исследователи института города Москвы и города Ростова. Но это должны решать на врачебном консилиуме. Да, раньше часть пациентов уезжала. Мы здесь поменяли в основном и кадровый состав за последние два с половиной года. И наши возможности в обеспечении лекарственной терапии здесь увеличились. То есть базовая химиотерапия. Здесь произошла смена кадрового состава в онкодиспансере на 90% за последние два с половиной года. Привлечены и молодые специалисты, и специалисты из других городов Российской Федерации, врачи-онкологи. И идеология поменялась, популяризация онкологии, отношение к пациентам поменялось, их снабжение поменялось, в том числе и медикаментозное за эти два с половиной года. Цель наша, чтобы в новый диспансер мы пришли, новой хорошей командой с определенным доверием у населения. Ее за один-два года не вызовешь доверие. Это очень титанический труд всего коллектива на многие года. Напомним, что прием жителей онкобригады проводится на базе центральных районных и городских больниц с 9 часов до 18. Завтра пройдет прием в ауле Адыгихабль Адыгихабльского района. 6 апреля в поселке Эркин-Шахар Ногайского района. 4 мая в ауле Хабес Хабесского района. 1 июня в станице Зеленчугской Зеленчугского района. 6 июля в поселке Медногорском Урубского района. 3 августа в городе Усджугута Усджугутинского района. 7 сентября в селе Учкикин Малокарачаевского района. 5 октября в Горочаевске. А 2 ноября в поселке Кавказском Прикубанского района. 7 декабря в Черкесске. 1 улыбки С первого взгляда Сердце от стук, тело горит огнем. Ты вошел и поселился в нем. Стал другим весь мир вокруг меня. В нем теплей день ото дня. Ты знаешь. С первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас любовь. И в небе я зажигаю яркие звезды для тебя. Будешь со мною самым счастливым, знаю я. Пусть теперь будет твоим мой дом. Светом тень, капли надежда ждем. Жизнь мою я приоткрыла дверь. Мне лишь ты нужен, поверь. Ты знаешь. С первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас любовь. И в небе я зажигаю яркие звезды для тебя. Будешь со мною самым счастливым, знаю я. С первой улыбки, с первого взгляда. С первой улыбки, с первого взгляда. Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас любовь. И в небе я зажигаю яркие звезды для тебя. Будешь со мною самым счастливым, знаю я. Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас любовь. И в небе я зажигаю яркие звезды для тебя. Будешь со мною самым счастливым, знаю я. Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика». Сегодня среда, 1 марта. В Карачаево-Черкесии намерены выбрать уникальную сувенирную продукцию, которая станет визитной карточкой Республики и повысит туристическую привлекательность региона. Об этом рассказали члены общественной палаты в ходе круглого стола, посвященного развитию и популяризации народно-художественных промыслов. Тему продолжит моя коллега Альбина Охтова. Участниками встречи стали представители уполномоченных министерств и ведомств, руководители общественных организаций, а также сотрудники учебных учреждений, выступающих главной кузницей ремесленников в Республике. Инициатором проведения встречи и модератором круглого стола стал председатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Игорь Гонов. Он подчеркнул, что Карачаево-Черкесия обладает серьезным потенциалом для развития любого вида туризма, в том числе таких специальных видов, как лечебно-оздоровительный, спортивный, деловой, экологический и событийный. И особенно актуальной темой создания уникальных сувениров стала на фоне увеличения внутреннего туризма в стране, добавил Гонов. Художественные народные промыслы, они защищены федеральным законом с 99-го года, января месяцем, где определены основные направления, тематика этого направления, что за этим следует и для чего это нужно, и как он защищен правами государством. До сегодняшнего дня были внесены ряд изменений, дополнений и исключений. Последнее, кажется, было в 2012 году. В рамках закон есть, возможности есть, определения даны. Мы считаем, надо будет поднять нам, посмотреть, что такое этот пласт у нас в регионе и какие пути решений для, если есть проблематика, наверняка она есть, мы должны ее сегодня как минимум осветить. В современных условиях, сегодня, когда идет общая глобализация, неидентичность национальных стран, оно налицо. С одной стороны, это и дает возможность каким-то образом проявлять, и он проявляется, повышенный интерес к таким культурным, материальным и нематериальным ценностям и наследиям, которые имеет каждый регион. В данных условиях, когда многие регионы, в том числе и наш регион, вообще все регионы России, находятся не в самом благоприятном таком моменте развития, вызванной внешнеэкономическими этими санкциями, он становится наиболее актуален, потому что многие туристы сегодня изыскивают, рассматривают вопросы внутреннего туризма. Народные художественные промыслы, по определению своему, они ориентируют и являются фактором, который дает возможность увеличивать поток туристов в тот или иной регион России. И общепризнанно является тот факт, что народные промыслы это составляющая, если не сказать основная, отеческой культуры России. Актуальность ее в чем? В том, что она дает тот фактор, который определяет условия и развитие в целом социально-экономического развития того или иного региона. Крачаево-Черкесия, наш с вами родной край. Объективно, если будем говорить, что у нас есть серьезный потенциал, серьезный потенциал для развития любого из видов туризма, будь то лечебно-оздоровительный, спортивно-туристический, этнос, экология, деловые, событийный туризм. Тут какую сферу не возьми видов туризма, все это у нас есть возможность в Крачаево-Черкесии развить. Поэтому сегодняшняя встреча наша, она суперактуальна для того, чтобы определить тот фактор развития, который есть. И плюс определить те индикаторы развития стратегического роста в Крачаево-Черкесии в целом. Что это нам дает? Через народные промыслы, мы знаем, это не просто так, это, во-первых, наследие наше. Мы должны его вместе сообща, как минимум возродить, если оно потеряно, и приумножать. Каждый регион имеет свою специфику. А оригинальная сувенирная продукция повысит туристическую привлекательность республики. Нам следует совместно определить единый вектор развития народных художественных промыслов для того, чтобы это стал составляющей экономического развития региона, сказал на заседании круглого стола заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики Павел Силипетов. Народные промыслы и сувенирка, как таковая, находятся в зачаточном состоянии. Это проблема не только нашего региона, конечно, это проблема всероссийская. Мы видим, что на наших курортах продаются в основном сувенирка, изготовленная в Кисловодске, либо она не соответствует, ну, будем так говорить, нашему представлению и представлению туристов о нашем регионе. И, к сожалению, тут Министерство туризма, конечно, очень недорабатывает. Мы объявляли конкурс на лучшие сувенирные изделия. К сожалению, очень мало участников было. И то, что нам было представлено, нас в полной мере не удовлетворяет. Мы будем опять объявлять конкурсы на лучшие сувенирные изделия. Для выявления наиболее популярной культурной или природной достопримечательностей республики, которая могла бы стать визитной карточкой Карачаева Черкесии, Министерством туризма, курортов и молодежной политики был проведен конкурс на лучшие сувенирные изделия. Однако, предложенные населением варианты не удовлетворили конкурсную комиссию. Но, тем не менее, проводится большая работа по созданию сувенирной продукции. Ведь создание уникальных изделий послужит не только возрождению и сохранению ремесленничества, но и будет способствовать развитию внутреннего туризма. Более подробный материал о развитии народных художественных промыслов вы услышите в понедельник, 6 марта, в программе «Ракурс». По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 14. В горах плюс 4, плюс 9. Слабая лавина опасность. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 13 градусов. На этом информационно-мускальная программа радио Карачаева-Черкесия. «Республика» подошла к концу. Выпуск подготовлен корреспондентами службы информации. Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Азжиев. В студии работала Болду Байрамукова. Я прощаюсь с вами и желаю вам удачного дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!